26 июня в зале попечительского совета Казанского федерального университета состояло заседание ректората. На привязке дня стояло 8 вопросов, основная часть из которых вносила изменения в структуру институтов. Одним из первых вопросов обсудили переименование кафедры Института управления экономикой и финансов. В нашем институте, Институте управления экономикой и финансов, в этом институте мы тоже поддержали на ученом совете. Суть ее в том, чтобы мы на уровне своего структурного подразделения создали центр компетенции, который бы позволил заниматься как научными исследованиями, так и образовательной деятельностью и более четко позиционировать себя в глазах абитуриентов. Директором Института социально-философских наук и массовых коммуникаций было внесено предложение о закрытии двух центров. Поволжского центра европейских исследований и научно-образовательного центра исследования постсоциализма. Международный центр европейских исследований, он тоже был создан не на пустом месте, именно в стенах этого института. Поскольку все, что происходит сегодня в европейских странах, странах или точнее Евросоюза, это очень интересные процессы. Давайте приостановим и штатную единицу, которую вы загрузите другими делами. В этот день стоял вопрос об луковечении памяти выдающихся ученых-физиков Казанского университета в виде установления мемориальных досок и двух коллективных ученым-физиком 19-20 века и ученым-академиком отделения физики и астрономии, рабочим в Казанском университете в годы эвакуации в период Великой Отечественной войны. И хотелось бы сделать единообразие. Понятно, внутри проблем нет. И аудиторию назвать, и залы назвать, и так далее. А внешне, может быть, нам мемориальные какие-то эти сделать, я не знаю, большой камень поставить там, еще что-то. В ходе беседы также были затронуты вопросы о повышении дисциплины и порядка среди проживающих в общежитиях деревни Универсиады. Докладом на эту тему выступил мэр деревни Универсиады Ильнур Рахимов. Студенты, 18 лет, молодые люди идут в армию, им дают оружие, они защищают свою страну. Вы говорите, они еще там молодые люди. 18 лет, это совершеннолетний человек, который должен нести сам ответственность за свои действия, в том числе и противоправные действия. Стоит отметить, что 6 программ Казанского федерального университета прошли международную аккредитацию. Все 6 программ, заявленных в этом году на международную аккредитацию, получили добро, получили аккредитацию на 6 в ближайших лет, это максимальный срок. И в течение ближайших 2-3 месяцев мы ждем официального подтверждения с вручением, ну там, соответствующих сертификатов и так далее. Для стимулирования деятельности, которая направлена на достижение иных целей КФУ, ректор университета предложил использовать премиальный фонд в качестве грантовой системы. Новая система должна в большей части коснуться тех сотрудников, кто не задействованы в проектах ППК. Диана Шилова, Ленардо Влесьяров, Роман Самарин, Универньюз.